Вот-вот-вот-вот, пока мы просто стоим, что у нас еще качественную съемку задает? Это правильный интересный объект съемки, правильная работа с этим объектом, то есть, например, работа с моделью. У нас предполагает, что мы хотим от нее опять же добиться того, чтобы она из себя, как актер, в руках режиссера, создала образ, который мы четко хотим видеть, представленным в нашей фотографии. Может, зарисовать как-нибудь, показать или вообще каким образом это происходит? Это столько вообще различных методов. Некоторые фотографы раздеваются полностью, чтобы как-нибудь эмоцию в модели получить, а некоторые, не знаю, там, что хотят люди делают, но лишь бы просто добиться той самой эмоции, которая, так сказать, в модели. А какую эмоцию мы хотим сейчас получить? Мы хотим сейчас, на самом деле, максимально раскрыть психологический образ персонажа, поэтому, конечно, мне кажется, что здорово, если бы она думала о каких-то приятных моментах в своей жизни, и на самом деле была в романтическом сама настроение, чтобы получить тот самый романтический образ, под который мы создали эту цветовую модель. Поэтому, я думаю, что, что мне нравится, например, работать с моделью еще, когда ты задаешь задачу, как у Станиславского, а человек, проживая ее изнутри, реализует ее в каких-то определенных движениях, позах, которые приемлемы и свойственны для него. А иногда нужно, наоборот, вывести человека полностью из образа. Чтобы он прямо вот такой весь сломанный, а потом так раз, и поймать улыбку какую-нибудь непонятную. Абсолютно. Не обязательно улыбку даже, да, но улыбки это тоже хорошо. Я просто к тому говорю, что нужно попытаться создать из человека то, что ты видишь как образ. Вот если человеку свойственный романтический образ, это видно, то его нужно этот максимальный образ раскрыть. Если человек будет в съемке двигаться и на кадры выдавать какие-нибудь какие-то странные такие вещи, или вспоминая, вот, например, те съемки журнальные, которые перед глазами и которые нравились, да, попытаться принять что-нибудь подобное из себя как бы тоже сделать, но оставаясь с собой, это может дать результат. А часто приходится рисовать просто эскизы, которые работают с клиентом, помогают работать с моделью, помогают. Когда ты показываешь человеку картинку и говоришь, мы хотим от тебя вот этого, это гораздо проще, это визуализуется, человек уже работает туда. Но в настоящий момент времени, к сожалению, на простых постановочных вещах мы, наверное, так работать не будем, а сейчас попытаемся просто сказать, чтобы человек, максимально оставаясь с собой, сначала просто принял несколько поз, да, а потом мы заставим его двигаться, когда он уже не сможет контролировать свои эмоции, и тогда могут возникнуть самые интересные кадры. И вот сейчас я просто, я считаю, что самое главное сейчас нам, что нам нужно добиться, мы должны опять же посмотреть на объект, понять его преимущества и недостатки. И проанализировав это в голове, мы понимаем, да, что, например, вот в настоящий момент времени очень интересна была бы полупрофильная съемка. То есть когда мы поворачиваемся чуть-чуть, да, вот что-то, вот что-то такое, когда мы понимаем о том, что нам можно показать талию, если у нас рука не будет ее загораживать, то есть нам нужно будет понять, каким образом мы должны руки держать что-нибудь. Не обязательно зажиматься или что-то, а просто, ну, как-нибудь вот против ее или что-нибудь вот такое. Что-то такое сделать, да? Я прям не могу, прям вся переживаю. И мы начинаем, да, и мы начинаем. А вы пробуете, как-то там сами встаете, показываете, что вот встаньте нахлопить. Да, бывает и такое, бывает, бывает. У меня так получается иногда, что они говорят, сами вставайте и снимайте. Вот, и это, конечно, здорово, когда своим примером, но это для девочек фотографов путь хороший. Когда девочка сама, переживая в себе все это, и понимая перед зеркалом, что она хочет добиться, потом показывает модели, это замечательно, у них такой обмен прям и так далее. Если любительская фотография, она вокруг зумов, вокруг объективов с изменяемыми характеристиками вращается, то для профессиональной съемки, по-настоящему профессиональной, я считаю, неприемлемым, потому что, конечно, ничего не бывает даром, и за счет вот этих возможностей по изменению фокусного расстояния теряется линиатура, то есть разрешающая способность объектива, способность его воспроизводить резкую картинку в нужных местах, а в нужных не резкую. Не бывает, почти не бывает. То есть качество хуже от этого всего. Да, качество сильно ухудшается. Вторая тема. Ведь мы же снимаем не только сам объект, а мы снимаем нечто, что вне фокуса. И это тоже формирует картину. Чем дальше мы от объекта находимся, тем меньше мы искажаем его соотношение, например, пропорции и все прочее. Чем мы ближе к объекту приближаемся, а мы можем приблизиться вот так вот вообще, да, то есть расширяем угол зрели, уменьшаем фокусное расстояние, тем больше будут в нашем кадре объекты, расположенные ближе к нам. Например, нос будет увеличиваться, 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 и мы можем так снять иногда в самое близкое расстояние, что будет только нос и глаза на заднем плане. А если мы уходим, соответственно, то мы приводим лицо к его естественным пропорциям, к таким, которыми мы их видим обычно. Поэтому мы применяем для того, чтобы передать объект таким, каким мы его видим, естественным глазом, должны обязательно, а лицо занимает обычно меньшую часть нашего зрения, да, чем полностью фигура, мы должны уменьшить угол зрения, увеличить фокусное расстояние.